Дорогие мои лизунчики, рада приветствовать вас на канале Натали Мастерс. И сегодня у меня для вас очередной из сотен бесплатных мастер-классов в моем канале, идеальный для начинающих. Если вы только-только начинаете вязать спицами, эта моделька манишки для вас. Практичная, унисекс можно вязать и мужчинам, и себе, и деткам. Классная моделька. Описание этой модели текстовая находится на моем телеграм-канале в шапке канала. Нажмите, я опубликую и прикреплю описание этой простой модели. Моментально запоминается, вы можете сделать многочисленные подарки своим родным и близким. Ну что же, давайте приступим. Что нам потребуется для вязания? Круговые спицы и пряжа. Пряжа необыкновенная. Мы с вами из нее уже вязали. Красивый берет осенью. Рекомендую его вам. Теплый. Пряжа называется Spotlight On Color. Здесь 270 метров в 100 граммах. И это очень-очень красивая секционная пряжа. У меня вот такое еловое новогоднее настроение с небольшими всполохами. Посмотрите, насколько изысканно подобраны цвета. Я включила сейчас, так как пасмурно, искусственное освещение. И пряжа выглядит несколько ярче, чем на самом деле, чем она вообще является на самом деле. Цвета более приглушенные. Учитывайте этот момент. Метраж 270 метров в 100 граммах. Нам достаточно одного моточка для этой манишки. Манишку можно регулировать. Вот здесь немножко ее вязать покороче, подлиннее, как вам понравится. Начинаю я ее вязать на короткой леске укороченными спицами. Одиновил продолжаю. Заменяю сначала одну спицу наполноразмерную, потом вторую. Леску не меняю. И закрываем. Закрытие я вам подробно покажу. Для того, чтобы изнаночная гладь осталась изнаночной, мы закрываем здесь изнаночными. Лицевые лучики закрываем лицевыми. Это манишка двусторонняя. К ней в комплект будет шапочка. Также скоро ждите комплект продолжения коллекции к серому платью из Хуамба. Не могу не делать анонсы. И из этой великолепной пряжи, потому что я в нее влюблена. Она очень-очень красивая в жизни. Великолепно выглядит в узорах, как в глади, так и в ранах. В общем, продолжаю, видите, вязать из этой пряжи. А выбор-то у меня колоссальный. Есть из чего выбрать. Вся пряжа мира к моим ногам в магазине. Обязательно проходите. Сейчас предновогодние подарки, акции, скидки. Доставка у нас по всему миру. Оплата любой картой. Поэтому Почта России СДЭК, Боксбери и Выбор колоссальный. Лучшие мировые фабрики. Постоянно, каждый день какие-то новинки. Бобинная пряжа сейчас поставки каждый день из Италии. Самая-самая красивая. Поэтому подписывайтесь на телеграм-канал. Не пожалеете. Там огромное скопище. По-другому не скажешь идей. Ну, а мы с вами начинаем. Сначала я вам покажу немножко некоторые другие цвета. Так как эта линейка стартовала, по-моему, с трех или четырех цветов. Но пользуется большим успехом. Вот 87-й цвет. Это вот такие голубоватые переходы. Красивые голубые с серым. Так, того цвета, из которого я вяжу. Скоро снуд будет с беретом. У меня сейчас нет. Посмотрите, по-моему, воспоминания о Лете. Как-то так он называется. Я оставлю ссылку под видео в первом комментарии. 85-й цвет. Изысканные медово-сиренево-серые цвета. Посмотрите, для любого цветотипа вот такой оттенок пряжи подойдет абсолютно всем. Особенно корреглазок вижу и блондинок в этом оттенке. Еще очень интересные такие цвета. Синичку напоминает на заре. Так, это номер цвета 84. Упряживает и очень экономный расход. Я буду вязать для этой манишки шапочку с помпоном. Помпоны тоже натуральный мех у меня есть в магазине. Поэтому будет красивый-красивый комплект. Сначала нам необходимо провязать вот эту стабильную часть без прибавок. Начинаем мы вязать манишку сверху вниз. Вы можете, как я вам показывала, внутрь делать подворот, а можете наружу. Пожалуйста, отворот наружу. Тоже очень симпатичный. И очень-очень здорово, что манишка двусторонняя. Классно, да, гладь выглядит лицевая у этой пряжи. Можно и вот так носить. Лицевой. Лицевых будет больше, чем изнаночных. Как вам больше нравится. Так что четыре варианта. Также внутрь и наружу можно делать отворот. Четыре варианта носки. Я буду вязать на съемных спицах из набора Adi-Click Novel укороченные. Соответственно, короткая леска. Набираем обычным способом на спицы 68, либо 76, либо 84 петли обычным способом. Набираем петли. Готово. Теперь выравниваем, чтобы край не был перекрученным. Грубчик. Набираем еще одну воздушную петлю для объединения в круг. И как всегда объединяем в круг вязание. Левую спицу вводим сзади в последнюю петлю. И первую петлю правой спицы провязываем в нее. Подтягиваем нити. Здесь на самом деле можно даже завязать узелочек для того, чтобы все было идеально ровно. Все. Далее нам необходимо вязать на протяжении 12, 13, 14 сантиметров, в зависимости от размера. Резинку 2х2, 2 лицевые, 2 изнаночные. И мы вяжем по кругу. 2 лицевые. За передние стенки провязываем. 2 изнаночные. 2 лицевые. За передние стенки, чтобы они не были скрещенными. 2 изнаночные. 2 лицевые. 2 изнаночные. Так вяжем. Еще раз повторю. На высоту 12, 13, 14 сантиметров. Заканчиваем первый ряд. Провязываем последнюю. Изнаночную петлю. Второй ряд. И все последующие. До необходимой высоты. Мы вяжем 2 лицевые за передние стенки. И изнаночные уже за задние. 2 изнаночные. 2 лицевые. 2 изнаночные. 2 лицевые. 2 изнаночные. И так мы повторяем. До высоты 12, 13 или 14 сантиметров. Итак, провязали на необходимую длину. Вот так роскошно у меня распетелились цвета. У вас может быть круговой маркер в начале ряда. Провязала я первую изнаночные. Закончила. Так, далее. Смотрите, мы вяжем следующим образом. 2 лицевые. Из протяжки. Поднимаем ее. Так, чтобы была планочка спереди. И провязываем изнаночную. Из протяжки. Скрещенную. 2 изнаночные. 2 лицевые. И после каждых 2 лицевых поднимаем не вот так. А то мы провяжем изнаночные. Какой бы дырочка. А поднимаем. Вот так. Для того, чтобы мы провязали за переднюю стенку. И изнаночная стала скрещенной. Если мы ее так провяжем, и не будет никакой дырочки. Так вяжем весь ряд. Соответственно, 2 лицевые, 3 изнаночные. 2 лицевые, 3 изнаночные. В следующем ряду мы продолжим так вязать. Всего этих рядов должно быть 5 рядов, где 2 лицевые, 3 изнаночные. 5 рядов вяжем таким образом. Вот сейчас в этом первом из петель мы делаем прибавку. А остальные вяжем по рисунку. То есть, какую петлю мы видим, так мы и вяжем. Итак, 5 рядов провязано. Теперь повторяем то же самое. Прибавку. 2 лицевые. Начинаем ряд. Прибавка. Изнаночная. Скрещенная. И 3 изнаночных. Соответственно, у нас 2 лицевые. И получается 4 изнаночных. Очень важный момент. Вы когда вяжете лицевые, именно в ряду прибавок, одну, вторую, вяжите туго. Потому что она имеет тенденцию быть более расслабленной. Поэтому этот ряд вяжем очень внимательно. Вот здесь подтягиваем. И прибавку провязываем и вот эту вторую лицевую достаточно туго, чтобы красиво ложилась пряжа. Любая. Сколько бы вы ни вязали. Вяжем. И снова. Это первый ряд из 5. Еще 4 нужно провязать. 2 лицевые, 4 изнаночные. Очень красиво. Посмотрите. Такое что-то новогоднее лесное. Сиренево-розоватое. С темно-зеленым, с темно-зеленым, еловым оттенком. Удовольствие. Итак, мы продолжаем вязать по кругу, пока у нас не останется, прибавляя в каждом первом ряду из 5, пока у нас не останется 6 изнаночных между двумя лицевыми. Мы можем 5 таких прибавок сделать секций по 5 рядов. Можем 6. В зависимости от того, насколько длинный вы хотите манишку видеть. Примеряем и решаем для себя. Вот и все. Заканчиваем. У меня примерно высота, если развернуть отворот, составила 33 сантиметра. Такая она мне более большенькая нужна. И все, что нам остается, это закрыть петли. Давайте закроем петельки. Я вам советую обязательно круговой маркер вешать с той стадии, когда мы начинаем делать прибавки. Я прослеживала по хвостику, по старинке. Итак, закрываем тоже очень свободно, обычным образом. Две вместе лицевой, а изнаночной мы закрываем две вместе изнаночной. Таким простым, эластичным методом спицами. Изнаночные закроем изнаночными. Не затягиваем, ни в коем случае. В процессе вязания я поменяла сначала одну спицу с укороченной на полноразмерную, потом обе. Леску не меняла. Но если хотите в процессе примерять, то поменяйте леску на больший размер. Так, хорошо. И теперь лицевые. Здесь я закрою две вместе лицевой, две вместе лицевой. И снова изнаночные. Перевешиваю для того, чтобы правильной стенкой висела петелька. Закрываем. А на этом все. Жду вас в магазине. Магазин пряжи. Интернет-магазин. Проходите на сайт. Очень удобно. Любые сортировки. Гигантский ассортимент. Спицы, крючки, наборами, отдельными номерами. Бобинная пряжа. Конечно же, клубочная. Все, о чем вы мечтали, все вы найдете на сайте natalimasters.ru Выбирайте, заказывайте. Я буду с вами прощаться. Надеюсь, вы буквально за один день свяжете такую прелесть для себя или для кого-то дорогого вашему сердцу. С наступающим еще раз. Целую, обнимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok